Повязывать георгиевскую ленту, символ памяти и воинской славы, в День Победы стало традицией. Уже 13 лет, начиная с 2005 года, общественная акция по раздаче символических ленточек проходит по всей России. Распространять ленты во Владивостоке помогают школьники и студенты, волонтеры городского молодежного центра. Георгиевская ленточка, она у нас началась 4 числа и длится по сегодняшний включительный день. Ленточку можно получить совершенно бесплатно в пяти наших точках. Также можно сделать пожертвования для наших ветеранов. Внести пожертвования ветеранам Великой Отечественной войны и локальных войн горожане могли в местах раздачи ленточек в пяти известных торговых центрах Владивостока. Для этого там временно установили специальные боксы. Все собранные средства для оказания помощи переведут на счет городского совета ветеранов. Я знаю, что вы также показываете жителям Владивостока, гостям города, тем, кому даете ленточки в руки, как нужно и как нельзя носить. Не могла бы ты нам небольшой сейчас такой мастер-класс провести? Да. Ленточку мы сворачиваем вот так. Петелькой? Вот так, да. Носится она на левой стороне, на пиджак, груди. Вот так вот. Георгиевские ленточки не стоит повязывать на сумке ремни и обувь, украшать ими автомобили, а также использовать поврежденные ленты. Волонтеры просят не забывать, что для ветеранов это символ награды и памяти, и подобное обращение с ней недопустимо. Нельзя обматывать на руку, куда-нибудь завязывать, бантиком привязывать, то есть только вот, как я показала до этого. За символом памяти и воинской славы к Дню Победы приходят не только жители, но и гости города. Некоторые из них даже приезжают из других стран, например, из Таиланда. Приехал сюда впервые, специально в эти дни, чтобы побывать на праздновании Дня Победы. За пять дней акции во Владивостоке волонтеры раздали около 35 тысяч георгиевских ленточек. Символ, который объединил традиции разных эпох, прежний орден Святого Георгия и отличительный знак Георгиевский крест в России восстановили в 1992 году. Лента символизирует мужество, воинскую доблесть и преемственность традиций. Анна Бережная, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.